Привет, друзья! Снова с вами я, Дмитрий Фреско, и я продолжаю кулинарную пропаганду, самую полезную из всех пропаганд. Сегодня испечем рыбную кулебяку. Кулебяка – традиционное русское блюдо. Это пирог, только лучше. Всегда закрытый, всегда вытянутый в длину и высокий, всегда со сложно сочиненной слоеной начинкой и всегда начинки по весу больше, чем тесто. Да, это очень вкусно. Нет, это совсем не сложно. Это мега рецепт. От начала до поедания пройдет часов 6, не меньше. Но это не значит, что все 6 часов мы поторчим на кухне. Однако лучше за кулебяку браться, когда есть настроение приготовить что-нибудь эдакое. Нам понадобится для теста 700 граммов пшеничной муки, сахар, соль, 200 миллилитров молока, лучше если это будет не молоко, а сыворотка, 150 миллилитров воды, дрожжи, 10 грамм живых или сухие по инструкции производителя, сахар, 50 граммов маргарина, 2 куриных яйца, из которых отделен желток для того, чтобы смазать кулебяку в конце, для нарядности. Нам понадобится для начинки рис, любая морская рыба, может быть даже несколько разных видов, например, треска и семка или палтус и форель. У меня хек, он же мерлуза и хвостик от семки, лук и сливочное масло для его обжарки. Итак, этап первый. Приготовим закваску. Сначала я смешаю дрожжи с мукой, добавлю им под кормиться сахаром, перемешаю. Ну и чтобы они не питались в сухомятку, добавлю теплого молока, 100 миллилитров. Нам надо получить такое жидковатое недо оладьевое тесто. Для чего я это делаю? Во-первых, нам нужно проверить, насколько хорошо будут работать дрожжи, потому что если они в закваске не запустятся, то нужно бросать это занятие, выливать их и готовить что-нибудь другое или вообще ничего не готовить. А вот если запустятся, тогда мы на базе этой закваски приготовим опару. Ну что, отправляю это дело работать. Через 10-20 минут проверяем закваску. Она должна была бы увеличиться в объеме в два раза или убежать. Следующий шаг опара. Отправляем в чашу нашу закваску. Она прет, как наскипидаренная. Очень хорошие дрожжи. Если у вас такие же, у вас получится отличный, просто прекраснейший пирог. К дрожжам вода, оставлюся молоко, 2-3 столовые ложки сахара, чтобы дрожжам было послаще жить, пол чайной ложки соли и половину всего объема муки. Все это дело тщательно размешиваем миксером на невысокой скорости. Нам нужно получить тесто чуть гуще, чем оладьевое. Накрываем его полотенцем и оставляем в тепле часа на полтора-два. Каждые полчаса будем его обминать. Дрожжи любят тепло, а тесто не любят сквозняков. Поэтому я убираю его в духовку и включаю там лампочку. Это хватает для поддержания температуры. Если у вас духовка ровесница революции и в ней нет лампочек, или она просто перегорела, рядом с тесто можно поставить кастрюлю с кипятком. Он будет остывать и поддерживать температуру и влажность в нужном нам диапазоне. А сами тем временем займемся начинкой. Сначала поставим вариться рис. Начинка в кулебяке должна быть чуть более соленой, чем хотелось бы для еды. Поэтому солю с избытком. Затем порежем лук мелкими кубиками. Если кто-то не видел, вот ссылки на два ролика. В верхнем я показываю, как быстро почистить лук, а в нижнем, как порезать. Лук обжариваю на сливочном масле до золотистого состояния. Начинка в кулебяку плодется остывшей, поэтому я готовлю ее сразу. Рыба у нас пойдет в кулебяку в сыром виде, поэтому я ее только филирую и порежу. Обрезь, кости и головы оставлю для потрясающего рыбного бульона. Вот в этом ролике, кстати говоря, вам показан. Обминаем опару. Дрожжи в процессе своей жизнедеятельности выделяют углекислый газ и сами же в нем задыхаются. Поэтому регулярная обнинка позволяет этот газ удалить, а дрожжи взбодрить. Опять обнинка. Наконец, тесто. Добавляю сюда одно яйцо целиком и белок второго. Желток, напоминаю, отложил. 50 граммов маргарина и вторую половину муки. А теперь тщательно все перемешиваем. Посмотрите на тесто. Оно очень мягкое и должно оставаться мягким. Тогда и в готовом кулебяке тесто будет воздушным. Добавляйте муку и вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет отлипать от рук. А по мягкости не станет, как брюхо спящего кота. Смотрите, какое упругое. Оставляем его подняться еще разок. Как только увеличится в объеме вдвое, добавнем его и будем формировать кулебяку. Тесто подошло. Теперь включаем духовку на 200 градусов. Берем противень, кладем бумагу для выпечки. Смазываем маргарином. На стол постелю пищевую пленку. А уже на ней буду растягивать тесто. Кулебяка – девушка серьезная, строгая, закрытая. Это вам не растягай какой-нибудь. Патраха на распашку. А для верности выпекается швом вниз. Поэтому первый выложенный слой из начинки окажется верхним. Я первый выложу рыбу. А когда переверну кулебяку, то рыбный сок начнет стекать вниз, пропитывая остальные слои. Не забываем про соль и перец. Вторым слоем – лук. А суховатый лист вниз, чтобы впитать стекающие соки. Очень часто слои в начинке в кулебяке разделяются специально приготовленными для этого блинчиками. Это симпатично выглядит на срезе, и блинчики не пускают влагу к тесту. Но у нас сегодня кулебяка из простых. А сейчас, чтобы кулебяка не подсыхала, мне нужно накрыть его полотенцем. Но полотенце к ней наверняка приклеится. Поэтому смотрите лайфхак. Я пересыпаю его мукой и втираю муку в полотенце. Теперь накрываем полотенцем и оставляем минут на 40, чтобы тесто подошло. Подошла в духовку нашу красавицу. И поглядываем. Как только начала румяниться, это минут через 10, понизим температуру до 180 градусов. Как стал совсем румяный, 160. Всего и печься минут 35-45. Проткните сбоку спичкой. Она должна выходить из теста сухой. Минут за 5 до готовности смажу ее яйцом. Как только мы отправляем тесто в жар духовки, его поверхность начинает стремительно высыхать, образуя плотную корочку. А в тесте содержится газ. Ион от нагрева пытается расшириться. В результате, если корочка достаточно плотная, изделие не может подняться. Если она недостаточно плотная, эта корочка некрасиво рвется. Чтобы этого избежать, я на дно духовки выплескиваю стакан воды. Если у вас духовка газовая, можно на дно духовки поставить противень с водой или обрызгать стенки духовки. Собственно, для этого же я сейчас и обрызгивал нашу кулебяку водой. Кулебяка уже почти готова. Немного косметики сделает нашу красавицу еще краше. Здесь у меня отложенный яичный желток, чайная ложка воды и щепотка сахара. Смажу кулебяку, и тогда буквально за 3-4 минуты она станет совсем румяной и блестящей. Прежде чем разрезать, надо дать ей время остыть. Лишняя влага из теста уйдет, и она станет более легким и воздушным. У нас уже вечер, практически ночь, но вы видите по изменившему освещению. Мы посовещались и решили все-таки показать вам результат. Она таки лопнула. Произошло это не по причине недостатка воды в духовке, там у нас стандартная ведерко плескалась, а по причине того, что из-за сложности съемочного процесса я не дал времени достаточно выбродиться тесту. Ему бы еще полчаса-сорок минут постоять, оно бы всю свою энергию растратило, и все было бы просто отлично. Но я уверен, на вкус это не повлияет. Сейчас попробуем. Ароматное, румяное. Тесто тает во рту. Королевно. И вы знаете, трещину ее совсем не портят. Вот и все на сегодня. Понравилось? Не поленитесь поставить палец вверх. Не понравилось? Треснул кулебяка. Подпишитесь, чтобы учиться на моих ошибках. Несмотря на все свои трещинки, кулебяка потрясающе. Не пожалейте своего времени. Приготовьте. Сделайте репост этого видео на свою стену ВКонтакте. Пусть другие тоже учатся. Спасибо за компанию. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова